Следующий раздел – это беспроводно-контрольно-измерительные устройства Акутек. Это следующая группа устройств, которые предлагает компания Schneider Electric на российский рынок. Мы очень большие надежды возлагаем на эти устройства, поэтому просим вас внимательно отнестись к этому вопросу и к тому, что я сегодня буду рассказывать. Итак, сейчас на экране вы видите состав оборудования. Что, собственно, из себя представляет эти условные, если его разделить на... Вот я вам сейчас их мышки показываю. Базовые станции выпускают... Первый вариант – это во взрывозащищенном корпусе. Это для монтажа на один рейку. То есть у заказчика есть две таких существенно разных по своему конструктивному исполнению возможности для выбора. И другая часть устройств – это датчики. Вот в данном случае мы с вами видим словами, да, датчики уровня, устройство ввода-вывода, датчики давления, датчики температуры и датчики расхода. Ну, сейчас, в общем-то, вы видите, все сидите за экраном, вы видите, какое, в общем-то, многообразие этих датчиков. Причем обратили внимание, что эти датчики имеют очень похожие конструктивные исполнительные домики с дисплейчиками и с кнопочками. Так вот, это решение действительно очень помогает унифицировать эти устройства в одну какую-то систему. Также отдельными устройствами выступают модули вывода. Вот в нижней части, в центральной части экрана они представлены. Я вас буду знакомить чуть позже с этими модулями вывода. Ну, и третья группа – это программное обеспечение и аксессуары. Компания предлагает специальное программное обеспечение Acutec Manager, с которым мы также будем с вами знакомиться. Итак, начинаем с самого главного. Вы видите в правой части экрана, да, то самое конструктивное исполнение, о котором. Теперь поговорим немного об отличительных особенностях. Базовые радиостанции имеют возможность подключения до 100 датчиков. В одну сеть можно объединить до 256 радиостанций с подключенными к ними датчиками. То есть вы уже представляете, да, какую сеть можно достаточно большую получить. Подключение осуществляется по каналу МОДБАС, простите, по каналу РС-485 по протоколу МОДБАС. Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия. Питание этих радиостанций осуществляется от источника постоянного тока с напряжением от 11 до 30 вольт. Компания предлагает ряд опциональных устройств. Ну, например, для радиостанции BR-10 компания предлагает, ну и есть также возможность подключения внешней направленной антенны. А вот что касается возможности настройки, да, программирования радиостанции, так эти функции осуществляются с помощью кнопок и ЖК-дисплея, которые располагаются на лицевой стороне устройства. Ну, а сейчас мы перешли с вами к обсуждению беспроводных датчиков. Мы с вами сейчас видим тоже несколько вариантов исполнения. Здесь мы с вами видим варианты исполнения NEMA-4, это американский стандарт, и NEMA-4X. Так вот, два вот этих исполнения дают возможность применения этих устройств на объектах с жесткими условиями эксплуатации. Отличительной особенностью этих устройств, да, беспроводных датчиков является то, что в них установлены очень хорошие, поверьте мне на слово, аккумуляторные батареи с продолжительным сроком службы. Здесь фирма не поскупилась, да, это сказалось, конечно, на цене, но качество иногда действительно требует определенных жертв. И потом, вот по ходу нашей беседы, вы убедитесь в этом, что действительно иногда имеет смысл чуть-чуть доплатить, но... Что касается диапазона рабочих температур, это от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия. Ваше внимание, протокол со скоростью опроса до одной секунды. Сертификация. Эти устройства прошли сертификацию по стандарту CSA. Класс 1, категория 1. И по ATEX. Ну и также возможность настройки. Устройство осуществляется с помощью кнопок и ЖК-дисплея, да? Ну, а теперь те самые модули ввода, простите, вывода. Это именно модули вывода. Они предназначены больше ни для каких целей. Для чего они, собственно, служат? Они служат для того, чтобы соединить... Посмотрите, пожалуйста, два варианта включения. Вариант 1, вариант 2. В первом варианте включается или к программируемому логическому контроллеру по RS-485, да, и по модбасу. А программируемый логический контроллер, в свою очередь, простите, SmartRT, конечно же, подключается к рабочей станции по каналу Ethernet или RS-485. А есть другой вариант подключения. Видите, специально здесь показана рабочая станция 2. Так вот, здесь подключается рабочая станция напрямую к базовой радиостанции. Ну, а базовая радиостанция непосредственно выходит на связь уже с датчиками Акутек. А вот во втором варианте, да, здесь посмотрите, что на рабочей станции устанавливается специальное программное обеспечение Акутек Менеджер. И вот с помощью этой программы мы можем напрямую выходить на базовую радиостанцию, но при этом осуществляется информационный обмен по собственному протоколу. А на выходные модули Акутек, всего их можно до 25 штук подключить, мы можем выводить сигналы на контактные площадки этих модулей от датчиков. Наличие преобразователя RS-485 в RS-232 объясняется тем, что далеко не у каждого компьютера есть RS-485 интерфейс на борту. Поэтому здесь мы вынуждены включить этот преобразователь в систему. Так вот, возвращаясь к модулям вывода, всего их компания предлагает 4, 3, простите, варианта. Это 4А0-8SW и 4А0-8SW. Три таких варианта. Значит, первый вариант – это модель модуля, которая предлагает 4-канальный аналоговый вывод. Второй вариант – 8-канальный дискретный вывод. И третий вариант – это комбинированный 4-канальный аналоговый и с 8-канальным дискретным выводом. То есть такой обобщенный вариант. Так вот, вот эти модули вывода предназначены для осуществления прямого соединения между базовыми радиостанциями и АСУ-ТП, или системами управления процессом. Модули вывода осуществляют аналоговые и дискретные выходы сигналов от полевых устройств, от тех самых датчиков Акутек. Монтаж этих устройств осуществляется на один рейку. Значит, системы – это масштабируемые, как я вам говорил. Всего их можно включить в систему до 25 штук. Тем самым мы можем получить до 100 аналоговых и до 200 дискретных выводов. Вот, собственно, такая особенность этих модулей вывода. Ну, а то самое программное обеспечение Акутек Менеджер, который я вам показывал, устанавливается на персональном компьютере, оно, по сути, предназначено для настройки, осуществления дистанционного управления и мониторинга устройства Акутек. В качестве основных возможностей или отличительных каких-то особенностей можно привести следующее, что это программное обеспечение написано под Windows, обладает достаточно простым интерфейсом для осуществления конфигурации полевых устройств, служит для обеспечения диагностики системы, ну и предоставляет пользователю достаточно мощный инструмент управления сетью. Построена эта система на базе архитектуры клиент-сервер. Так же, как и в случае с контроллерами Scada Pack Smarter Tool, компания Schneider Electric предлагает своим покупателям ряд аксессуаров. Среди них можно выделить, прежде всего, аккумуляторные батареи, оборудование для монтажа. Значит, монтаж показан в правом нижнем углу. Вот мы видим с вами датчик Акутек и показан его монтаж. Также предлагает компания разного рода сетевые устройства, источники питания, ну и внешние антенные кабели. В левой части экрана, вы посмотрите, пожалуйста, выносная антенна для базовой радиостанции во взрывозащищенную исполнение в данном случае. И другой вариант посередине, это выносная антенна уже непосредственно для датчика Акутек. Вот, собственно, такой достаточно солидный джентльменский набор для того, чтобы реализовать любую практически систему и выполнить почти все задачи. Ну и также по аналогии с предыдущим разделом, давайте с вами в виде каких-то основных презисов рассмотрим преимущества устройства Акутек. Итак, основным преимуществом является то, что оборудование Акутек предъявляет достаточно низкую стоимость ввода в эксплуатацию и сопровождение устройств. Ну, посудите сами, это беспроводная система. Таким образом, мы избавляемся от необходимости в различного рода проводах соединительных. Мы избавляемся от необходимости рытья траншей. Мы избавляемся от необходимости прокладки кабеля в трубах. Следующий момент, который, наверное, заинтересует эксплуатационный персонал, ну, так же, собственно, как и первый момент, который я только что перечислил. Это надежная работа. И согласитесь, система территориально разнесена, и чем меньше отказов, тем лучше, потому что ездить до объекта для устранения каких-то проблем, это достаточно накладно. Ну и, конечно же, на это влияет и надежность работы самого устройства. Так вот, в оборудовании Акутек используется специальная технология FHSS, да, расшифровывается как сигнал с изменяемой несущей. Об этом, в принципе, да, об этой технологии мы с вами поговорим в следующем вебинаре, который будет посвящен устройствам Акутек. Дальше хотелось бы сказать о том, что эти устройства достаточно устойчивы к излучениям и помехам, то есть они помехозащищены. Ну и также очень важно, что мы знаем время работы батареи. Последний раздел, да, это простота монтажа и эксплуатации. В оборудовании присутствует предустановленный источник питания, системы коммуникации и инструментарий для работы, да, рабочий инструментарий. Легкий монтаж, мы с вами видели, что действительно достаточно все это быстро, все это подогнано, специально подготовлен комплект крепежного материала, крепежных устройств, да, и конфигурирование устройств также осуществляется очень легко с помощью кнопок и жидкокристаллического дисплея, да, все это наглядно. Ну и проведение техобслуживания не чаще, чем один раз в три года. Вам могу сказать следующее, что вот посмотрите, в скобках написано до 10 лет в зависимости от интенсивности эксплуатации выбранного типа аккумуляторной батареи и выбранного типа аккумуляторной батареи. Ну, вы сами понимаете, да, что питание устройства осуществляется от аккумуляторной батареи. Понятно, что чем более емкая батарея, тем лучше, и чем меньше, скажем так, информации устройства передают, тем меньше расходуется аккумуляторная батарея, да, энергия аккумуляторной батареи. Также важно учесть, что очень многое зависит от внешних условий. Поэтому, скажем так, чем холоднее, конечно, температура, тем почаще придется менять аккумуляторную батарею. Но производитель нас уверяет, что в таких хороших, ну, скажем так, почти идеальных условиях эксплуатации можно не подходить к этим устройствам, ну, чуть ли не до 10 лет. Это, поверьте, не наша фантазия, да, не наши какие-то рекламные ходы. Это информация от производителя этого оборудования. Ну, и сертификация, да, мы получили, точнее, компания Schneider Electric сама провела ряд сертификационных мероприятий по этому поводу. Мы только начинаем работать с этими устройствами, поэтому пока у нас какой-то статистики, в общем-то, нет. Но то, что эти устройства имеют промышленное исполнение, достаточно имеют такую солидную стоимость, поэтому, как вы понимаете, что такие устройства, ну, будут работать гарантированно и не будут разочаровывать своих владельцев. Иначе компания их бы не предлагала бы и не рисковала бы своим авторитетом. Да, я говорю о компании Schneider Electric. Ну, где, собственно, применять эти устройства можно? Я думаю, что многие, слушая меня, задались этим вопросом. Ну, прежде всего, наверняка, да, многие догадались, что нефть и газ, да, нефтегазовая отрасль. Это в тех же самых автоматизации устья скважины, да, в мониторинге уровней емкостей, управления клапанами различными, да, в энергетике, в вопросах мониторинга, да, например, мониторинг давления пара, мониторинг ловушек пара, мониторинг температуры системы. Да, вот, это измерительные устройства, причем мы с вами говорили, да, давление, температура, другие параметры. Также эти устройства можно применять в системах водоснабжения и водоотведения, в городском коммунальном хозяйстве, например, для осуществления ливневого стока, мониторинг параметров работающих насосных станций и мониторинг водопроводных сетей. Также можно применять в системах переработки и очистки отходов производства. Ну вот, мониторинг уровней емкостей, мониторинг выпускных клапанов, общее давление, дифференциальное давление и температура на производственных линиях. Ну и другие варианты вы сейчас видите на экране, я не буду сейчас их зачитывать, потому что, наверное, многие из вас уже сами почитали и не стали дожидаться того момента, когда я дойду. Это химическое производство, да, добыча металлов и минералов и другое. Ну, в качестве других, например, да, производство цемента, отслеживание температуры технологического процесса, целлюлозно-бумажное, да, давление, температура, ну и фармацевтики даже можно применять, да. То есть очень серьезное оборудование, обладающее огромными потенциальными возможностями. Игорь Ходьцев. Игорь Ходьцев. Игорь Ходьцев. Анастасия.